Первое условие — это, видимо, принятие всеми субъектами в экономике, прежде всего предпринимателями, государственными структурами, правоохранительными органами. Второе условие для развития Казахстана, экономического развития Казахстана в сегодняшних условиях — это развитие инфраструктуры и обеспечение наших предприятий сырьем. Третье условие, о чём тоже очень чётко было сказано в послании нашего президента, это обеспечение нашей экономики кредитами и инвестициями. И четвёртое условие — это разумная защита внутреннего рынка. Не нарушая наших обязательств в рамках Евразийского экономического союза, в рамках ВТО, в то же время мы должны находить инструменты для защиты внутреннего рынка. Для поддержки наших предпринимателей.